Мы находимся не на почте, но здесь тоже получают посылки. В данный момент мы на режимном объекте в СИЗО номер один. И сегодня мы проверим, можно ли передать запрещенку в посылках и останется ли она незамеченной. Комната приема передач делится на две части. Территория принимающих и зал для посетителей, который, кстати, обязательно осмотрит пушистый сотрудник. Нет, это не оговорка. Знакомьтесь, это Ульяна. Вот все, собака обозначила, она зависает. Имитатор был спрятан в трубе. Все. После этого мы хвалим собаку. А, хорошо, молодец, да. Молодец. Хорошо. И все, на этом применение заканчивается. Кроме молодец, хорошо. Вы ей дадите сахарную косточку? Ну, сахарных косточек у нас нет, у нас есть сухой корм. Дадим дополнительную пайку. А еще Ульяну зовут, если оперативные работники заподозрят попытку пронести запрещенные вещества. Но что, если посылка подозрений не вызвала и Ульяна не пришла? Ставьте передачу в аппарат. Посылку ждет тщательный досмотр. Первым делом ее прогонят через специальный аппарат, который должен показать все, что скрыто. А дальше – ручная работа. Все продукты пересыпаются. Все жидкое переливается, сыпучее пересыпается. Все продукты разрезаются на части, упаковываются в пакеты. Полностью все подлежит досмотру досконально. Естественно, в открытом виде никто и ничего не будет передавать. Но что, если спрятать получше? Вы не поверите, но один из самых популярных способов передачи запрещенных веществ – это сухофрукты. А сейчас мы проверим систему в действии. У меня есть вот такой гвоздь. Сейчас я буду его прятать. С виду это просто гора галеной клюквы. Так, идем теперь складываем. На досмотр. Итак, все не так просто. Мой гвоздь обнаружен. И сейчас, видимо, вызовут оперативного сотрудника. Это ваше? Мое. Пройдемте с собой. Пройдемте, да. Скажите, пожалуйста, по какому поводу меня задержали? Была попытка передачи запрещенных предметов. Сотрудники комнаты приема передачи сработали. Вызвали оперативного сотрудника. В данных сухофруктах, получается, у нас обнаружен запрещенный предмет – гвоздь, который может способствовать совершению различных преступлений и правонарушений. Может быть, я и не самая оригинальная оказалась, но что, если я, как большинство, наверное, скажу, это не мое, меня попросили передать? Ну, в этом уже разберутся следственные органы, которым мы уже передадим материалы данные и вещество. Но также я хочу предупредить родственников, близких, друзей, которые приезжают, передают передачи, отправляют посылки. Не нужно брать от незнакомых лиц какие-либо вещи, продукты питания, потому что там могут оказаться наркотические средства и психотропные вещества. Ну, лучше что-то не взять, чем потом поехать сюда, в следственный изолятор. Всего за этот год сотрудники ФСИН по Новосибирской области предотвратили 19 попыток передачи запрещенных веществ. И, надо заметить, весьма изобретательных – камни с выпиленными тайниками, стрелы, квадрокоптеры и даже носки. Но всевидящее око не обмануть. Так что, юные падаваны, не пытайтесь передавать запрещенку. Лучше переходите на светлую сторону. Следственный изолятор номер один в городе Новосибирске является одним из крупнейших учреждений такого типа в России и точно крупнейшим за Уралом. В настоящее время следственный изолятор ведет набор новых сотрудников для поступления на службу в уголовную исполнительную систему. Всю информацию можно узнать на нашем сайте в разделе «Служба ВУИЗ». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok